как же он надоел этот северный ветер уже вторую неделю дует друзья всем привет слабос в этом видео расскажу про первый в литве трамвай который был в клайпиде или в мемеле в мемеле был и был в клайпиде вот по эту улицу шел до смерти и уже дальше шел он вот тут друзья была ветка трамвайные пути до королевского смерти вот обратите внимание зеленый свет и на фиолетовой машине не хочет ехать она ждет стрелку стрелку ждет уже и на пик или тут можно а она еще поворот влево показала завернула вправо вот так прежде у нас ездят им правила не знают дорожного движения вот друзья по этой улице вот пилес трамвай шел до смерти на пригорода и потом до канала вильгельма до деревянной бухты это первая линия была первого трамвая шел от вокзала до деревни этого смерти вот это место тургоус тургоус айште фотографию покажу как она выглядела до войны это место вот посредине маршрута была построена электростанция первая мемеле в 1900 нулевом году и рядом было трамвайное депо вот где машины сейчас стоят из вот за этими вот еще там и вот ангары это сейчас территория балтийского судостроительного завода кстати обратите внимание остатки немецкой дороги а это вот уже в советские времена делали восстанавливали граница есть вот депо в той стороне было но кто смотрел предыдущие видео он поймет о чем я кстати обратите внимание как дом красиво отреставрировали видел старую клайпеду так написано вон туда переправе такая одна одна ветка трамвая шла вот по этой улице шла ветка пути трамвайные ну из трех маршрутов значит вот театральная площадь трамвай один из маршрутов здесь проходил потом по этой вот улице который к меридиану идет там шел и по биржа с мосту проходил и по второму вот тут кольцевая была маршруты соединялись все три три маршрута было в вот тоже обратите внимание дорога новая а это вот уже идет вот это вот немецкая обратите внимание как вложили клали камни в мебели и как сейчас лошадь вот здесь тоже трамвай шел по этой улице то даже вот я буквально по путями ну в центре города трамвайные пути как я говорил соединялись у биржи здание биржи увы не сохранилась может быть даже сейчас покажу фотографию место где она находила и там дальше вот по герке усманта шли трамвайные пути через литовинку айкесте и потом шли на железнодорожный вокзал протяженность трех маршрутов было 10 километров 940 метров но потом в 1914 году значит там уже мировой кризис начался первая мировая война и трамвайные линии стали убыточны стали ездить только по праздникам и по воскресеньям это с 1922 по 1940 год второй маршрут укоротили до театра айкесте который показывал а в 29 году закрыли в 1938 году демонтировали рельсы по улице Херкос-Манта и науё и оста там вот науё и оста а в 1950-67 годах оставили только маршрут в Смельте потом пустили вот уже автобусы по этим маршрутам меридиан параса поднял или поднял а супер трамвай хотели сделать планировали в 2001 году Клайпеда-Паланга или Паланга потом там спустя время снова решили этот проект скоростного трамвая реализовывать потом посчитали что один километр 15 миллионов евро будет стоить трамвайных путей там а до Паланги 30 километров так что весь проект обошелся бы в 454 миллиона евро но это по ценам где-то на пятилетней давности вот этот счетчик считает сколько велосипедистов проехало а сегодня 227 а в этом году 36 130 вот вдоль трамвайного маршрута еду вдоль улицы Херкос-Манта Субарик поехал как трактор еще надымил тут вот друзья улица Херкос-Манта я там еще одно видео сниму потом о зданиях 5 или 6 зданий покажу что там раньше было буду комбинировать пешочком и на самокате кто помнит что здесь было в северские времена правильно магазин пластинок женщин и девушек в городе много постоянно потому что мужья на работе они гуляют вот здесь один трамвайный путь был через эту вот площадь до вокзала сейчас подъеду покажу где там было там не только обычные трамваи были но и были грузовые и вот по этой улице которую я показывал видео вот эта вот улица здесь река проходила потом реку закопали и вот на этой дороге трамвайные пути были от зимнего порта или порта вот в Клайпинске железнодорожный вокзал вот вы видите на фотографиях моменты строительства там где строят что-то дом там туалеты там в советские времена где вот эти туалеты было бомбоубежище люди помнят как их открывали двери проветривать вот про это здание я в одном видео ляпнул что оно старое новодел нету не новодел но и не старое ну вот мы находимся возле второго вокзала Мембельского Клайпинского где для узкоколейной железнодороги депо тут был станция вот здесь трамвайные пути проходили вот по этому месту ну и тут соединялись трамвайные пути и пути узкоколейки всего было в Мембелье в Клайпиде 23 вагона три маршрута было ну и одно депо 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 ну которое я уже проезжал строила дрезвенская компания Ludwig Kummer & Company трамвайные вагоны строила 15 марта 1904 года создана уже компания в городе Клайпиде Мембель Клейхенбахн АГ которая обслуживала вот узкоколейку ну а 16 августа 1904 года запущен Клайпидский трамвай самый красивый маршрут из трех уходил к маяку вот ребята я сейчас к маяку и съезжу и говорят злоязыки что там остались кусок линии трамвайной до сих пор что поеду искать то советское здание не в тему оно портит вид а это уже тем вот немецкие вот друзья по этой вот дороге трамвай шел трамвай шел вот сюда сворачивал для немецких туристов у нас вот и так вот делают подчеркивают как то сейчас что это все таки немецкий был так тут тут не было трамвайных уже веток маршрут был так а вот там сейчас подъеду покажу куда он шел в Меринраге шел один маршрут очень популярный особенно летом к маяку кстати вот в Литве первый трамвай был и вот и вот потому что в Каунусе и Вильнесе были трамваи но они не электрические были а на конской тяге то есть ну как трамвай был вагон люди садились все нормально но тянули лошади да это не только в Вильнесе не только в Каунусе это в Европах было а немцы вот видите самые продвинутые уже в 1904 году уже электрический трамвай был в Мемеле в Клайпиде пожалуйста еще вот немецкая дорога сохранилась вот да летом проходила вот там ветка и был еще на паромную переправу где сейчас новая ну в смысле старая туда трамвай тоже шел смельте спили могатве зацените домик такой сохранился красивый и тот второй еще один пригороды ну или районы Мемеля королевская Витя и Бомельская Витя вот Бомельская Витя в той стороне я не знаю я на карте смотрел там здания вроде остались а район Витя пропал друзья после войны а Меленраги до войны это был очень хороший курорт очень дорогой там возле маяка очень престижный ресторан был а уже после войны там от города проезд закрыли там эти пути сейчас дорожные шлагбаумы там территория одного предприятия осталось не осталось оно сейчас есть так что если хотите проехать то только через железнодорожный мост от микрорайона мишка идет мишка идет до Меленраги я попробую через через стадион там через лес маршрут сократить через городской вот стадион я на карте смотрел там вроде можно как-то проехать ну и на машине конечно электронный флаг что-то новенькое вот здесь на авиаоста улица трамвайные проходили до маяка в этой дороге так ну вот я на маршруте сейчас нахожусь трамвайном который в Меленраге шел здесь пути проходили на авиаоста там маршрут шел который популярный а вот там я попробую как-то съездить альбатрос вот советская вывеска осталась бонник вывеска а одежда вон одежда люстры там в другом я уже рассказывал вот здесь ну вот трамвайные пути шли вот за забором вот и вот дальше до маяка а я там дальше не могу проехать там уже территория класска а вот стадион я сейчас постараюсь стадион объехать там какая-то дорожка есть через лес можно срезать путь и сразу к маяку кстати ребята вот полная шкала зарядки а я уже 10 10 километров проехал просто колеса накачал и не на спортивной скорости еду а на обычной ну вот друзья конечная основка автобуса это городской стадион напомню в 87 году на матче ходили для нас отдельная была трибуна мы за Атланта сболели потом шли с этими с флагами с трансфарантами по этой улице по центру ну вот объехал я на стадион там гаражи есть но там знак почему-то что машина въезд запрещена гаражи для машин и это вот дорожка вот объезд через вот лесок и к маяку сейчас подъеду искать буду пути трамвайные оставшиеся по железнодорожным путям друзья ходить нельзя хотя и там велосипедные следы видел срезают от стадиона там по песку едут на велосипедах и вот здесь дорожка через лесок если она выходит и можно к пляжу выехать тоже вот конечная остановка шестого автобуса вот маяк сейчас ближе подъеду вот трамвайные пути вот должны были вот проходить вот здесь вот с гора от города я просто объехал сейчас кругом и до маяка конечная остановка трамвая друзья не нашел я пути последний пути короче разобрали трамвайные на картах двенадцатого года еще видно что то там есть там трава нескошная была все обратно поеду я как обычный маршрут как автобус как машины через железнодорожный мост вот шестой автобус Могилева до Могилева улицы едет вот я на перекрестке там вот дорога на Геруляй это в Меленраге дорога так вот хотели от Могилева сделать трамвай маршрут один на вокзал а второй тоже вроде от Могилева но не заезжая вокзал объезжая и куда тут вот один в сторону Паланге но это пока в планах скоростной такой трамвайчик хотели сделать ну что подведем итоги друзья я на мосту сейчас дорожные пути так в Клайпиде в Мемеле было 3 трамвая 23 вагона в 1934 году временно трамваи выключили потому что они мешали слушать радио как пишут какие то помехи давали это был единственный городской рельсовый транспорт в послевоенные годы предвоенной независимой Литвы трамвайные пути также использовались для развозки грузов от железнодорожного вокзала как я говорил из из порта ну и хотят вернуть трамвай все до новых встреч кому понравилось поставьте лайки до встреч вот наездил еще только две шкалы пропало где то где то может 65 70 процентов аккумулятора осталось